Добрый день, дети! Вот еще проскочила одна неделя и вновь мы встретились с вами. Сегодня я хочу посвятить занятия подготовке к Рождеству. Время летит быстро, и поэтому я прошу вас запастись материалами для следующего урока, на котором мы будем делать с вами вот такую композицию. Для этого нам понадобится обыкновенная, совершенно обыкновенная, любая баночка из-под йогурта или из-под каких-то сладостей. Кусочек, маленький кусочек материала для того, чтобы сделать вот такую вот замечательную птичку. И если есть у кого-то мох, для того, чтобы вот здесь вот украсить вот этот низ около этой баночки, у меня вот, например, есть вот такая вот зеленая ткань, которая тоже может послужить травкой. И вторую композицию, которую мы с вами будем делать ближе к Рождеству, это вот такой вот красивый подсвечник. Если внимательно приглядеться к нему, то здесь очень большое разнообразие всяких предметов, входящих сюда. Здесь есть шишки, желуди, какие-то гусы, скорлупки от орехов. А вот основание, это из-под пепсиколы донушка. Сюда мы будем ставить свечку, и тогда она будет стоять безопасно, и не будет падать вот на это наше украшение. А основание у этого красивого рождественского подсвечника обыкновенный вот такой вот спил. Что такое спил, я вам уже говорила. Что такое спил, я вам уже не один раз говорила. Вот. Для этого может послужить, конечно, если нет спил, в наших условиях, в которых мы с вами сейчас живем, найти спил, возможно, будет очень трудно. Тогда это может быть просто какая-то тарелочка пластиковая. Перевернуть тарелку кверху дну, и вот на ней все вот это вот компоновать. Для того, чтобы украсить, запасить, запаситесь какие-то бусики, даже осколки от разбитых шаров тоже сюда подойдут. А затем я все уже, когда готова поверхность вот эта вся полностью, я просто покрываю золотом, которое в фикс-прайсе продается. 50 рублей бутылочка, и нам хватит с вами на все рождественские праздники. Я употребляю везде этот лак, и он очень выгодно показывает нам вот наши с вами изделия. Вот такая вот маленькая корзиночка. Помните, я вам говорила о бересте? Вот она, вот эта береста сделана, сделана вот на основе тоже вот такого маленького спила. Вот если присмотреться, видите, спил. Держим, держим. Это черенок от лопаты, черенок от лопаты. Просто разрезали вот так, распилили на какие-то эти фрагменты. И вот на основе этих маленьких спилов мы делаем такую замечательную корзиночку. А ручка, я вам говорила, из какого материала, вспоминайте. Ручка делается из ивы, потому что это очень гибкое растение, которое долго держит в себе соки, и поэтому вот гибкость такую сохраняет. Если вы возьмете березовую ветку или какого-то другого дерева, то она просто сломается и хрупнет. Вот, поэтому я вам сегодня приготовила три вот таких вот композиции на выбор. То, что у вас дома будет, какой материал, такой мы и будем с вами делать. Так что вот, дорогие, я пришлю вам картинки еще готовых работ и жду вас на воскресной встрече. Всего доброго. Надеюсь, что вы выполняете наши работы, которые мы задаем вам, домашние задания. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok